Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня я иду одна вечером, иду на встречу с одноклассницами. Хотя времени нет у меня так много. Завтра школа, мы весь день готовили детей. Убирались, гладились, собирались. И немножко сейчас пошёл с ними погулять я тоже. Так что мне кажется, лучше мне было бы подойти сюда. Моя коралловая, коралловый блеск. Ну, как он уже намазала. Да, подходит он мне или нет. Решила одеть своё любимое платье, которое на все случаи жизни подходит. Так как вечером прохладно, мы будем сидеть на озере. Я обязательно покажу вам, что это за ресторан. Ну, а потом мы договорились, чтобы муж меня встретил. Как-то так. В это время, почему я иду пешком? Потому что в это время, как раз в воскресенье, очень трудно. Пробки везде. Трафик такой перегруженный. Поэтому вызвала такси. Дочь мне, потому что у неё приложение какое-то есть специальное. А мне зачем это нужно, когда я через пару дней уезжаю? И вот, как я соскучилась по Мерсину. Ой, вы знаете, что сюда вот приезжать нужно? Если честно, я здесь ещё больше устала морально, физически. Потому что тут ещё и мама на детей. Тут маленькая квартира. Блин, у меня пятеро детей. И когда приезжаешь, соединяюсь, это вообще кошмар. Вот. И тут Ашкей мой. Приходится его везде таскать. Приехать без него было невозможно. Конечно, мне лучше было бы его оставить, потому что тут бегает по своим делам. То он со мной ходит, то сидит дома. Это очень большое отягощает стресс, нервы. Ну, я уже такая адаптирована к этим стрессам. Поэтому решила вот пройти пешком. Такси, сказали, занято. Позвоните попозже. Я сказала дочери, она меня научила, как сделать. Я доехала, думала на маршрутке. А потом, оказывается, у нас там только автобусы ходят. Все изменилось. Все маршруты односторонние. Я уже не знаю, где, что и как находить. Хожу. И я решила и пройтись пешком. Свои 10 тысяч шагов хотя бы. Вот. Министерство юстиции. Тут где-то есть ресторан Sunset. Я как раз одела платьица. Если будет дуть на озере ресторан. Если будет прохладно, то мне уже будет кайфово. Вот. Пахнет очень днем жарко. В квартире дышать невозможно. Вентиляторы огромные работают у нас. Я такая вся, никакая. Еще у меня работа с партнерами. Такое время по приезду я отдохну от дороги и снова в путь. Так что, мои дорогие друзья, у меня такое насыщенное лето. Благодарю Богу и Вселенной за все, что имею. Самое главное, чтобы было у меня здоровье и у всех моих близких и у всех вас. Чтобы мир был над головой. Потому что это самое главное. Многих моих подписчиков. Неспокойно. Дай Бог вам мира, мои девочки, мальчики. Целую вас, обнимаю. Вот это Украиночка. Там еще какой-то, кажется, турецкий. А Sunset вот. Я уже на месте. Так что, всем пока-пока. Целую вас. Сейчас уже конец сезона. Посмотрите, в каком красивом ресторане. Он находится посередине быстро или озера. Очень интересно. Девочки, вас можно снять или нельзя? Да, не против. А это мои подружки-одноклассницы. Мы когда-то с ними учились в школе пятой. Да. Да, и вот молодой человек нас будет обслуживать. Когда-то я сделала глупости, научила ее курить. Хорошо, что она бросила. Ты курить мне научила. Яна, ну ты... Я тогда не курила. Она тогда не курила. Она как-то не курила. Она как-то не курила. Она как-то не курила. Плакала. Вы умрете. Вы умрете, бросьте. Мама мне сказала, вы умрете. Вот. Ты, 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 я ее научила. Такое красивое грузинское гостеприимство я обязательно должна снять. Вы кушайте, девочки. Как твои приятного всем аппетита. Посмотрите, какое вкуснятие я кушаю. А какое вкусное вино мы пьем. Такое лимонад тоже. Здесь свои прелести в Турции. Ну, то есть, в Грузии. Ну, я соскучилась уже, да. Мыслей не было. Да, Омя? Слушай, подожди, я студентка была, ты думаешь, я подумаю, украинца любила. Зашли с мужем выпить пивка. Посмотрите, какие цены здесь. Разливное пиво. Очень вкусное. Очень вкусное. Просто обалденное место. Такое красивое сидим под навесом. На Горького. Максимус. Ой, замечательное место. Веселье продолжается. Всем доброе утро. Мы идем в школу. А вот и наша Мария. Какая красивая девочка. А вот наш Дмитрий. Улыбнись. Улыбнись. От души, от души. Я подарю тебе Лили. Какие счастливые. Мама их везет в школу. Кукла моя, внучечка моя. Кукла моя, бебо? Шемом хета, бебо. Посмотрите, какие у меня глазивые. Такие сладенькие мои внучечки. Мой внучечка. Мой внучечка. Бебо, 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 бебо. Всем привет, мои дорогие, у нас в Батуми дождь, посмотрите, дождик-гождик, кап-кап-кап, такой дождь был, мы вчера вечером были у моей подруги и так намокли, промокли все до костей, можно так сказать, пришли дождь, приняли и легли с мужем, ну и будет такая же погода, а нам скоро в дорогу, но прорвемся, как говорится, а я пошла по банкам, все по банкам, по банкам, всем добрый день, друзья, вы видите, какая Светлана красивая, наконец-то я дошла до себя, руки дошли до меня и я сделала сегодня ботокс на волос, а также посмотрите, моего красавчего подстриглась, только ему надо подпылиться, такой он стал красивый, потому что сейчас пришли в магазин погулять после парикмахерской за кадром вalt подстри, они за кадром в болос, как шутболист, рисnap, Где веселая Мария, позитивная, которая была в Мерсине? Вот так они с утра идут без настроения в школу. Кирма, ты без настроения? Ты в школу хочешь? Аделушка плачет, прячется. Это я, друзья мои. Они хотели, чтобы бабуля их отвела, но с мамой никак не могут найти общий язык. С утра ругаются. Мария тут совсем другая. Вообще дети меняют, когда они со мной. Они похожи на меня, когда они приезжают сюда. Они похожи на бабушку и маму свою. Впитывают всю энергию. Видите, даже говорить Мария не хочет. Блогер Мария. Блогер Мария. Пару слов для информации. Мы сейчас находимся на ФОПе. И вот познакомились с моей подписчицей. Как вас зовут? Лали. Посмотрите, у нее какие заколки. Я, кстати, обратила внимание. Вдруг она прибежала неожиданно. И говорит, я вас знаю. Вот такие бывают неожиданные встречи в моем родном городе. Можете прийти сюда. Интересные вещи детские. Да, вот такая реклама здесь находится. Как только зайдете. У нее турецкая фирма. Это карамель. Карамель. А мы... Я вот в Мерсине такое не видела. Ну, в разные, наверное, это. Регионах. А, в Бурсе, наверное, да. В Бурсе очень хорошие эти ткани тоже. Я все мечтаю туда попасть. Я же сшить хочу. Времени нет физически. Обожаю просто шить. И думаю, там поеду столько тканей. С фанайри. И хуже или лучше? Вот знаете, что мне говорят, вот, с этими морщинами все задолбали они уже все подписчики. На кого похожи вы на это? А когда мне кто-то встречает живую, говорит, ты совсем другая. Живую. И то я так быстро... Ну, пускай пишут. Я же этих людей не знаю. И я им счастья желаю только. Сами колбатонии. Да. Ни день не работала. Мерсиишни, Мерси, Мерси. Я тоже там работала. Где? Там. В Стамбул. А, в Турции. А, в Турции. Анкара. Да, мы отец или муж. Угу. Мы довольны. Чем-то как-то как-то. Чудо решили бы, что мы не поняли. Как-то халахало. Да, мы отходили. Мерси. Мерси. Мы решили пройтись пешком. Погода хорошая. Как приятно, когда встретишь подписчиков своих. Она мне заколочку подарила. Так приятно. Моя подписчица сказала, что я в жизни выгляжу намного лучше. И мой муж выглядит намного лучше. Я его подстригла вчера. Худея. Всю мою жизнь знают подписчики. Мераби. Мою жизнь всю знают подписчики. Эти видео вы увидите попозже. Прошу извинения заранее. Как долго я искала в этом. Я куплю ничего. Но его нету. Нету крипто? Нет, это просто реклама. А, реклама на крипто. Но мы найдем такой. А я видела Мераби здесь. Наконец-то мы нашли этот крипто банкоматик. Сейчас посмотрим, как он работает. Так, давай начнем. Вот так вот он выглядит. Видите, здесь можно в этой же USDT. Все, что хочешь. Надо разобраться сначала. USDT. Да. USDT. Давай дальше, Мераби. Что тут надо? Банкомат. Согласен. Согласен. Вот тут сейчас QR-код твоего счета. Вы видите, здесь QR-код моего счета. Наверху. Понятно. И что можно? И вот написано. 1 USDT 2.99 джеля. Вы видите? А вы не верите в крипту. Крипта везде уже. Ой, какие запахи. Ой, кебаб-мибаб. Какие запахи. Хадешки. Дома у нас есть ресторан такой красивый. Дома у нас этот соус у нас есть. Здесь мясо. Емек есть. Еда у нас есть. Мы идем в Диор-бетвит. Красивые дома. Сегодня курс евро и доллара поднялся. Куда не пойдешь, а впереди Гранд Мол. Друзья мои, посмотрите, какой огромный помидор на моей ладошке. Об этом помидоре я мечтала целый год, когда уехала из Грузии. Посмотрите, какой классный помидор большой. Это называется... Какой сорт? Мамаджарские помидоры, да? Или как? Какой сорт? Кеденские? Точно вспомнила. Взяла еще такой лук. Не лук, а перец. Ой, мы сейчас столько будем кушать. Мы же взяли такие груши, а потом покажу, что купили. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.